Работаем с самозанятыми до того, как это стало модно. Например, сборщики металлома юридически не самозанятыми. Понятильно, наверное, они самозанятые, они не на кого-то работают. Мы точно тоже об этом говорили, что мы не уводим клиентов в минус. Добрый день. Сегодня в нашей импровизированной онлайн-студии генеральный директор платежных систем Киви Андрей Протопопов. И мы будем разговаривать о Рокетбанке, о том, почему же группа приняла решение о сворачивании розничного бизнеса банка и во что он дальше будет трансформироваться. Андрей Михайлович, мы с интересом наблюдаем за историей Рокетбанка и, насколько я помню, еще год назад группа заявляла, что ищут покупателя на этот банк. Почему этот вариант не реализовался и вообще можно ли сказать, что от этой идеи отказались или в будущем группа будет все-таки искать покупателя? По поводу Рокетбанка я чуть расскажу про историю вопроса, потому что она была непростая. Мы приобрели права на ПО Рокетбанка и начали такой процесс его покупки еще в августе 2017 года. Через некоторое время открытие попало под санацию и, соответственно, пришла временная администрация, потом новая постоянная администрация и, конечно, все эти изменения, оно замедлило процесс интеграции сервиса в нашу экосистему. И на самом деле только вот в середине 2018 года мы уже с новой администрацией открытия смогли двинуться, договориться о том, чтобы двинуться до конца и финально Рокетбанк был интегрирован уже в конце 2018 года. Почти полтора года прошло с момента, когда Рокетбанк был интегрирован в конце 2018 и, на самом деле, еще в начале 2019 там некоторые еще шли, скажем так, работы, связанные с этой интеграцией. Какое-то количество времени мы потеряли. После этого, собственно говоря, была задача разработать стратегию, что дальше делать с Рокетбанком. И такая стратегия была разработана, и она была разработана в качестве, ну, как развивать Рокетбанк, как отдельный бизнес или отдельный проект. И в августе 2019 года эта стратегия была представлена Советом директоров группы Киеве. Собственно, эта стратегия требовала значительных дополнительных инвестиций от группы в течение их нескольких лет. И наш Совет директоров, он пришел к выводу, что вот этот план, эта стратегия, она не совпадает с таким инвестиционным профилем компании нашей, с нашим риск-аппетитом. И более того, что в рамках этой стратегии бизнес Рокетбанка не будет иметь синергию с другими продуктами группы. Поэтому Совет директоров принял решение в тот момент о полной или частичной продаже Рокетбанка. Собственно, что компания начала делать? С ноября 2019 года мы находились в переговорах с потенциальными покупателями, в основном другими банками, потому что Рокетбанк это технологическая платформа, сервисная платформа, но это не отдельный банк, у них не было своей лицензии. Поэтому покупателем по большому счету мог быть скорее всего банк. По разным причинам эти переговоры не увенчались успехом и поэтому в итоге уже в марте Совет директоров наш принял решение о сворачивании. Мы, к сожалению, не можем комментировать итоги переговоров и порты. Мы не имеем права этого делать, но можем сказать, что мы сделали все возможное, чтобы продать бизнес, в том числе привлекли даже международный инвестиционный банк, чтобы они вели эту сделку. Но вот реальность оказалась такая. Но при этом, чтобы я еще хотел отметить, что вот тот портфель продуктов, который мы формировали в 2017-2018 году, он достаточно уникальный оказался для рынка. И на нас был, в принципе, план на то, что мы сможем каким-то образом найти синергию с нашими существующими продуктами, в том числе с Киви кошельком, и продлить такой путь клиента или кастомер-джорни из кошелька в банковские продукты. И таким образом развить наш текущий бизнес. С какими-то проектами нам повезло больше, да, удалось. Например, мы развиваемся совместно с открытием успешно банк для предпринимателей . И мы довольны тем, как там идут дела. Кроме того, у нас есть успехи, скажем так, более мелких инвестиций, небольших стартапов, которые помогают нам развивать определенные сегменты рынка. Вот. Что мы поняли, на самом деле, как бы, из опыта с руки банком, это то, что, ну вот, наверное, нам стоит в будущем фокусироваться на проектах, которые будут развивать и выполнять текущую эту систему, наши текущие продукты, а не делать что-то такое вот, что классное, но стоит в стороне. Ну, это вот, что касается того, как было принято решение о сворачивании, но при этом, что, как бы, тоже, я считаю, при этом, некоторым успехом, да, это то, что параллельно мы развивали и работали с продуктами для самозанятых. Как для самозанятых предпринимателей, то есть людей, которые самостоятельно ведут бизнес, но не имеют статуса юрлица, так и для бизнесов, которые привлекают самозанятых. Ну, например, работали с таксопарками, которые привлекают таксистов, со сборщиками, пунктами сбора металлоломов, которые привлекают сборщиков металлолома. Ну, кроме того, в 2019 году там случилось новое регулирование по поводу самозанятых, и был пилот определенный, который уже сейчас распространен гораздо шире, мы стали участником этого пилота. Ну, когда мы посмотрели на, когда вот шли внутренние вот эти разговоры о сворачивании бизнеса RocketBank, мы увидели, что у них есть тоже этот сегмент пользователей, во-первых, а во-вторых, есть продукты, которые востребованы этим сегментом пользователей. И самозанятыми предпринимателями вот этими, и бизнесами, которые работают самозанятыми. Поэтому то, что мы сделали, мы сказали, окей, как бизнес, мы, наверное, не будем дальше, ну, наверное, точно там, с директоров принадлежения, не будем развивать RocketBank в петушишном смысле, но попробуем применить те компетенции и продукты, которые в RocketBank построены для дальнейшего нашего развития вот этого бизнеса с самозанятыми. Таким образом, что мы сделали, как мы сделали две вещи, мы перепозиционировали RocketBank, сказали, теперь это банк для самозанятых, и даже если вот вы зайдете там на страничку RocketBank, вы увидите именно это на лендинг-пейдже, да, что там написано в первую очередь про самозанятые, с одной стороны. А с другой стороны, мы фактически сейчас включаем продукты и сервисы RocketBank в экосистему платежных сервисов Киви и будем предлагать эти сервисы нашим партнерам и клиентам вместе с другими сервисами платежных сегментов. Вот такая примерная история. То есть я правильно понимаю, сейчас RocketBank это банк для самозанятых? Да, да, да. А как вы собираетесь конкурировать с другими крупными банками, у которых уже есть свои собственные проработанные сервисы для самозанятых? Вот в чем будет ваше преимущество? Во-первых, мы уже давно как бы работаем с этими сегментами, работаем с самозанятыми до того, как это стало модно, как говорится, да. И наша такая, что ли, особенность или книжка, что мы умеем выстраивать и целимся в то, чтобы выстраивать кастомизированные сервисы для определенных сегментов. Ну, мы какое-то время назад еще поняли, что Киви кошелек пользуются популярностью у фрилансеров и других самозанятых, которые получают деньги за свои услуги. И стали смотреть, что мы можем для них делать, развивая продукты кошелька. Например, у нас есть открытая IP кошельку, мы делаем пертуперчика, то есть платежную форму, которую могут самозанятые использовать. Кроме этого, как я уже говорил, мы работали с определенными сегментами, такими, например, как таксопарки, сборщики металлолома и некоторые другие. За счет чего мы будем конкурировать? За счет того, что мы можем, ну, наша особенность, мы не пытаемся идти как бы широко, делая продукты для всей аудитории. Мы выбираем определенную нишу и находим способ, как для этой ниши сделать продукт, который нужен именно им. И это то, что, ну, та история, в которой крупные банки, ну, не всегда идут, ровно потому, что для них эти ниши могут быть слишком маленькие, чтобы, ну, как бы заморачиваться, условно говоря. Они идут более такими продуктами широкого профиля, я бы так сказал. А, например, мы можем сделать, как мы сделали там с рынком такси, у нас есть партнер такси-агрегатор, который помимо платежных сервисов делает еще ПО для таксопарков, которые мне интегрированы как бы платное решение эксклюзивным образом. И это такое, получается, уже вместе с теми сервисами, которые мы предоставляем, достаточно комплексное решение для этого сегмента. И благодаря этому мы там успешны, хотя, по-моему, не самый крупный банк-игрок. Вот. Ну, есть и другая, на самом деле, причина, как бы вопрос конкуренции, это то, что сам этот рынок, он растущий, да, то есть он большой и перспективный. Есть разные оценки, но в том числе, что, например, у нас там 16-17 миллионов самозанятых. При этом официально их пока там 700 с лишним тысяч. Есть определенный разрыв между, как бы, юридическим статусом самозанятых, те, кого вот с точки зрения закона о самозанятых, считают самозанятыми, и тем, у кого, так сказать, ну, в народе, что ли, да, или общественным пониманием, кто относится к самозанятым. Например, сборщики металлома, юридически не самозанятые, ну, так вот, понятийно, да, ну, вот, наверное, они самозанятые, они на кого-то работают. Кроме того, есть такая, мы называем, новая экономика, экономика, которая активно развивается, там, блогеры, стримеры, веб-мастера, и размер этой экономики, скорее всего, будет расти вместе с ростом технологий, там, изменение, появление новых поколений и, ну, желанием людей зарабатывать как-то по-другому, желанием и возможностям, да, раньше, пока не было этих, ну, как бы, направлений и технологий, люди были ограничены, а сейчас, пожалуйста, можно, там, стать блогером или веб-мастером или еще кем-то в любом городе и, в общем-то, зарабатывать хорошие деньги, если есть таланты и способности в этом управлении. И вот для этих новых сегментов тоже, ну, нам кажется, что мы можем и благодаря нашей продуктовой экосистеме и вот этой вот фокусы на определенной нише создавать продукты и сервисы, которые будут востребованы. Ну, рассчитываем, что будем где-то быстрее, чем другие, другие участники рынка. При этом, конечно, ну, конкуренция есть, она будет, мы этого не боимся, мы всегда работали на конкурентных рынках, но, кажется, за счет того, что мы, во-первых, обладаем компетенцией уже экосистемы продуктов и сервисов в Киеве большой и умеем делать вот эти кастомизации, мы сможем тут поиграть. Я так понимаю, вы нишу уже выбрали, но вы сконцентрируетесь исключительно на самозанятых или будете развивать какие-то еще направления? Может быть, что-то уже есть сейчас в уме? Ну, смотри, тут, во-первых, я хотел сказать, что это как бы, оно звучит одно, может быть, слово, и кажется, что это одна ниша. На самом деле, это достаточно разные рынки, скажем, вот у самозанятых предпринимателей, у таких фрилансеров или других игроков, у них одни потребности, да. У бизнесов, которые работают самозанятых, другие, причем у бизнесов в разных нишах они разные. У таксопарков одни, у творческих металлолома другие, у курьерских компаний третьи, у строительных компаний четвертые. И поэтому как бы выбрали одну нишу, на самом деле внутри этой ниши существует много подрынков и сегментов, многие из них достаточно крупные. Поэтому мы внутри нее будем еще выбирать те, на которых мы фокусируемся и последовательно с ними работать, да, поэтому на самом деле эта ниша, она, ну, по крайней мере, для нашего размера бизнеса, она большая, объемная, и там очень много, очень много разной работы и разных направлений. Ну, кроме этого, развитие возможно не только с дигитовыми продуктами, которые есть, мы сейчас смотрим на то, чтобы представить, ну, такие лайтовые, скажем так, кредитные продукты тоже для некоторых из этих ниш, которые мы развиваем. И также смотрим на такие, я бы сказал, смежные сегменты, там, зарплатные клиенты, ну, для некоторых типов бизнеса. Но это все-таки вот будет основным фокусом. Другое дело, что, как я сказал, там, много разных подсегментов и ниши, мы будем ими последовательно заниматься. Ну, вот у вас есть еще один проект совместно с открытием банка для предпринимателей «Точка». Как здесь будут пересекаться направления с «Рокетбанком» и как будет размежеван этот бизнес, и не будет ли трансформироваться сама «Точка» в связи с этим? Вот, смотрите, во-первых, тут вот индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса, клиенты банка «Точки» – это не самозанятые, да, то есть они как раз, ну, у «Лица», да, «Точка» работает с «Лицами», у них другие клиенты с такой правовой точки зрения, поэтому здесь как раз достаточно четкое разделение и, ну, пересечений практически нет. Вот, с точки зрения «Точки» не могу, так сказать, комментировать подробно их планы, потому что мы развиваем «Точку» совместно с открытием, я занимаюсь другим бизнесом, платежными системами, сужу со стороны про эту историю, но фокус «Точки» все-таки в первую очередь на, действительно, на юрлицах, в том числе на, ну, таких более крупных устоявшихся бизнесах в сфере бутылки. При этом «Точка» в этом сегменте хороший результат показывает, ну, сейчас в конкретных цифрах не могу говорить, но буквально там через пару дней раскроем квартальный результат, но в целом «Точка» показывает хорошие результаты, мы довольны тем, как «Точка» перформит. Вот у вас есть проект «Развить банк для самозанятых». Вы, собственно, какие цели перед собой ставите по прибыли, по доле рынка, по каким-то другим показателям? Смотрите, тут, наверное, что важно, что мы сейчас смотрим, как я уже сказал, на вот «Роккинбанк» и этот бизнес не как на отдельно стоящую вертикаль и отдельный бизнес, а как часть продуктового решения и предложения, которое в целом платежных сегментов мы даем нашим партнерам. Поэтому правильно смотреть на вот этот вот весь сегмент, как бы его развивать. Ну, так, если совсем сказать там утрированно, да, то в целом произойдет вот в этом всем сегменте для нас рост там из продуктов «Роккинбанка» или других продуктов, ну, не так уж важно, потому что мы верим в то, что дебетовая карта как продукт востребован будет в этом сегменте в том числе. Если теперь уже говорить целиком про нашу группу, мы сейчас находимся в стадии разработки стратегии и такие вот стратегические цели долгосрочные, наверное, ближе к концу года будем готовы озвучивать, но уже понятно, там, вряд ли это понимание сильно изменится, что вот работа с самозанятыми будет одним из таких ключевых стратегических выборов группы. И то, как бы, и тем сегментом, на котором в целом мы с точки зрения группы будем делать ставку по поводу роста в будущем, да. А наш, ну, мы хотим, чтобы наш платежный сегмент рос, ну, как это говорят, double digit, да, то есть это значит не меньше, не меньше 10%, а лучше, конечно, больше с точки зрения выручки. И вот этот рост нашего и так достаточно крупного бизнеса, он будет во многом за счет как раз вот работы с этими сегментами рынка. Ну, вот в целом, для понимания, вы сказали, что сейчас около 800 тысяч самозанятых на рынке, правильно? Ну, это, это в целом зарегистрированных, зарегистрированных на рынке, те, которые в федеральной блоговой службе зарегистрированы как самозанятые, а всего их там несколько миллионов. Ну, я думаю, что мы там процентов, в какой-то перспективе процентов 15 хотели бы клиентов иметь в своей экосистеме, не меньше. Хорошо. Вернемся к старому уроке банка, которым мы его помним. Насколько в связи с трансформацией банка пришлось сокращать сотрудников, насколько команду пришлось менять? Ну, тут вопрос не в том, что менять, просто поменялся бизнес, да, и вот это действительно B2C направление, оно, мы его свернули, и в связи с этим часть, как бы, команды оказалась невостребованным. Сейчас покинуло около 70% сотрудников, в основном это фронт-офис банка, бухгалтерия, финансы. Ну, фронт-офис имеется в виду те, кто, собственно, привлекали и работали с этими B2C клиентами, составляли им карты. При этом в контуре нашей группы осталась стратегическая часть команды, в первую очередь продукты разработок. И сейчас эта команда как раз активно развивается тем, что помогает, ну, вот, активно развивает этот новый продукт, и это направление бизнеса. Поэтому ключевые компетенции и опыт Рокетбанка остались в нашем контуре, и мы будем в направлении самозанятых использовать. Мы также постарались оказать помощь сотрудникам, переходим к компании. Наши HR-сотрудники и HR-менеджеры Рокетбанка помогали найти работу, подготовить резюме, где-то вели переговоры с другими компаниями, чтобы ребята могли спокойно найти работу дальше. Поэтому, ну, вот, 30% мы сохранили, и надеемся, что вот эти именно ключевые люди, они в дальнейшем с нами останутся, помогут развивать наш общий бизнес теперь. Вот еще возник такой вопрос, собственно, брендирование вы собираетесь как-то менять? У нас нет здесь финального решения, на самом деле. Это действительно непростой вопрос, потому что, с одной стороны, бренд, другой, да, не Киви, с другой стороны, клиенты текущие, которые те же самозанятые и пользуются брендом Рокет, вот, поэтому мы еще посмотрим какое-то время, пока что решение не принято. Вы выбрали довольно неординарный способ сворачивания розничного бизнеса, это повышение тарифов для физлиц. Собственно, об этом было объявлено впервые еще в марте, с тех пор было несколько, скажем так, волн повышения тарифов, до тех пор, пока они не стали совсем неподъемными для физиков. Но вообще остались ли еще клиенты, физлица, которые готовы платить такую комиссию за обслуживание, чтобы оставаться с банком? Ну, на самом деле, 99% уже вот этих вот физиков, которые, для которых мы повышали тарифы, покинуло банк. Сейчас осталось совершенно незначительное количество клиентов, но мы думаем, что это, наверное, забытые счета какие-то, да. Такое бывает во всех финансовых институтах, такие брошенные забытые счета. Ну, в общем, можно сказать, что вот это вот сворачивание, которое мы объявили, оно в целом завершено. Что касается спящих счетов, если человек все же каким-то образом пропустил новость про повышение тарифов, там, спустя полгода зайдет в приложение, что он там увидит? Его счета обнулятся, получается? Какая у вас здесь политика? Ну, мы, во-первых, коммуницировали об изменении тарифов всеми доступными нам способами и в приложении, и в соцсетях, в общем, всеми способами, которыми мы могли, ну и плюс еще средства массовой информации тоже нам помогли в этой истории, сообщали активно об этом. Мы точно не, мы тоже об этом говорили, что мы не уводим клиентов в минус, то есть если клиента недостаточно средств, мы не будем списывать деньги дальше, и, ну, готовы помочь клиентам по их обращениям, стыковые будут. По поводу перевода бонусов, накопленных клиентами, почему был выбран именно Тинькофф Банк? В качестве партнера по этой программе. Ну, смотрите, мы что хотели, как бы, сделать, мы хотели обеспечить, мы понимали, что, как бы, клиенты с нами не останутся, и в этом, как бы, была, значит, наша цель, поэтому при этом мы хотели обеспечить комфортный переход клиентов с максимальным сохранением тех, как бы, условий, которые у них были, ну, в том числе сохранить накопленные руки трубли. Нам удалось именно с Тинькофф Банком договориться о совместной акции, в рамках которой клиенты могли конвертировать накопленные руки трубли в рубли у них, тем самым сохранив свои бонусы. Ну, мы считаем, что это достаточно успешно сработало, и мы смогли нашим клиентам оперативно предложить, ну, не просто там, забирать свои деньги или там, уходить, а какую-то альтернативу, ну, тем более, что по многим параметрам, там, продуктовое решение Тинькоффа, Дебютового и Рокинбанка схожи, скажем, оба банка работают полностью диджитал. Особенность банки.ру, это то, с чего начинался портал, это народный рейтинг, место, где пользователи могут оставить свои отзывы о банках, и я не могу не задать вопрос, основанный на этих отзывах. В марте, когда еще было только объявлено о сворачивании розничного бизнеса, о повышении тарифов, разумеется, был всплеск жалоб на проблемы с закрытием счетов, но прошло уже больше четырех месяцев, и вроде как все желающие свои счета закрыли, но возникла другая проблема, например, когда на эти закрытые счета приходят либо возврат средств, либо какие-то пособия, социальные выплаты, и людям нужно вернуться к банку, снова решать какие-то проблемы, они обращаются в поддержку, к сожалению, не сразу получают ответ ни в колл-центре, ни в чате банка, по крайней мере, есть такие отзывы. Действительно ли сейчас нет никакой поддержки бывших клиентов физиков Рокетбанка? Действительно ли она была как-то сокращена? Нет, поддержка у нас работает, и мы не сокращали как раз поддержку, пока, ну, то есть у нас была нагрузка по обращениям. Эта нагрузка, конечно, она была очень высокой, действительно на старте мы не, ну, как бы образовывались очереди по ответам, поэтому мы сделали все возможное, чтобы сделать процесс закрытых счетов удобным и комфортным, в том числе, ну, сделали доработки, которые позволяют это сделать через приложение. И в приложении на наших страницах в соцсетях и официальных страницах на самом деле описаны полный порядок действия, которым нужно клиентам сделать, чтобы счет закрыть самостоятельно и другие операции осуществить, поэтому, ну, самый такой, как бы, наверное, быстрый способ это прочитать эту информацию для того, чтобы, может быть, там будет уже описание того, как эту проблему можно решить. Вот. Мы и сейчас у нас поддержка работает, по-прежнему могут быть, ну, вроде бы, насколько, по моей информации, сейчас уже нет таких, там, такой большой загрузки, когда по-прежнему клиенты обращаются, и в целом мы отвечаем и будем продолжать отвечать на все вопросы клиентов. Ну, и, там, насколько я знаю, следить за сообщениями клиентов и на вашем портале, и в других, как бы, как сказать, медиа, да, когда клиенты обращаются не только, ну, в официальные каналы, там, какие, как чат, в первую очередь, у нас клиенты пишут, ну, и где-то еще в соцсетях пишут, мы стараемся им помочь. Вот, поэтому, ну, всем поможем и не, ну, как бы, будем отвечать клиентам, держать службу и поддержку столько, сколько нужно. То есть, сколько вы еще планируете держать эту службу? Ну, нет, ну, у нас, на самом-то деле, поскольку мы продолжаем развивать сервис для самозанятых, у нас все равно есть сотрудники. Ну, самозанятые в конечном итоге, они же такие же клиенты банка, они пользуются, ну, почти таким же приложением и сервисом, и вопросы у них часто похожи. Поэтому, конечно, там у нас есть определенное количество сотрудников, которые с ними работают, и даже когда у нас там никого не останется, чтобы B2C клиентов поддерживать, ну, если кто-то из них будет обращаться, то вот эти люди смогут им помочь и ответить на все их вопросы. В этом смысле, ну, более такой, что ли, простой ситуации, если бы полностью сворачивали бизнес, да, то тогда, ну, надо было бы там какое-то время еще держать кого-то, чтобы поддерживать, поскольку у нас остается, ну, платформа сохраняется, мы ее развиваем для других клиентов, то и сохраняется часть людей, которые делают обслуживание, поэтому в любом случае будет кто-то, кто ответит на все вопросы, и в том числе тех клиентов, которые там уже ушли, или у них какие-то еще дополнительные там вопросы возникают.